всем привет вы на канале есть вопрос и сегодня уже по традиции я расскажу вам про игру которую можно сделать из подручных материалов из себя дома эти игры обычно вызывают большой отклик поэтому мы так часто стали записывать про них ролики и так сегодня игра будет на развитие памяти и для нее по большому счету нам нужно будет только цветная бумага и лист белого картона ну и еще для того чтобы нарисовать рамочки можно использовать более яркое что-то фломастеры или карандаши основная работа у нас будет происходить на вот этом листке здесь будет зона для задания верху а внизу для выполнения задания чтобы ребенку было более удобно работать с этим материалом также отдельно хочу сказать про зону для работы вы можете вырезать изначально вот такие карточки и приклеить материал чтобы цветная бумага такой материал очень тонкий и может разлетаться до неудобно ребенку будет запоминать и вам неудобно будет быстро убирать поэтому можно сразу изначально подготовить вот такой вот материал приклеить задание последовательность до вот этих геометрических фигур на картон и тогда вы будете просто выкладывать перед ребенком такие импровизированные карточки и эти карточки также быстро переворачивать или убирать когда ребенку нужно будет выполнить задание в чем суть задания в данном случае мы используем геометрические фигуры и цвета то есть здесь у нас будет работа не только с памятью но и работа на закрепление материала например если ребенок до этого прошел с вами там или с кем-то тему геометрических фигур и цветов то в данном случае это будет как бы работа на закрепление этой темы то есть он тренирует памяти при этом вспоминает что такое круг квадрат треугольник и какие бывают у нас цвета в чем смысл игры мы вырезаем из цветной бумаги маленькие геометрические фигуры которые будут использоваться для задания они будут разных цветов у нас но одного размера и в данном случае у нас будет карточка на которую они приклеены можно использовать отдельно еще дополнительно такого же размера геометрические фигуры чтобы что чтобы потом можно было сделать еще одно задание которыми я расскажу чуть позже и также нам понадобится большие геометрические фигуры которые будут для ребенка у более удобны чтобы он складывал до перед собой то есть маленьким детям чем меньше ребенок тем больше методический материал мы для него используем чтобы его ручкам было удобно брать и раскладывать и так в чем смысл игры на карточке мы располагаем геометрические фигуры в определенной последовательности затем выкладываем перед ребенком карточку и выкладываем перед ребенком вот эти вот все маленькие фигурки нам будут не нужны перед ребенком да это для нас для работы а только большие геометрические фигуры с которыми будет работать он выложили и предлагаем ребенку небольшое время для того чтобы он успел запомнить что расположено на карточке ребенок смотрит запоминает ну допустим оставим ему не знают полминутки для начала вот он запоминает желательно чтобы он допустим трогал пальчиком да вот желтый проговаривал желтый круг зеленый треугольник красный квадрат и красный треугольник переворачиваем карточку и ребенок раскладывает последовательность которую он увидел так как он ее запомнил в данном случае у нас он должен разложить желтый круг зеленый треугольник красный квадрат и красный треугольник карточка в это время у нас перевернута ребенок когда будет готов он говорит вам о готовности говорит я готов вы переворачиваете карточку и сравниваете ну и ребенок сравнивает что он где-то ошибся или он выполнил правильно что с помощью этого задания у нас тренируется у нас тренируется во первых восприятие внимание и конечно же память то есть в основном это задание у нас для развития памяти ну и как я уже говорила для закрепления до каких-то понятий как еще можно играть с этим пособием я говорила что расскажу вам об этом вот эти карточки вернее фигурки которые мы не приклеивали на карточку мы можем разложить перед ребенком также в зоне работы в определенной последовательности например будем использовать вот с тремя будем работать будем использовать квадраты и ребенок запоминает вы говорите закройте закрой глазки он закрывает глазки и вы меняете одну из фигур например меняете синий квадрат на красный круг вы спрашиваете когда он открывает глазки что изменилось ты видишь что-то изменилось на твоей картинке и он говорит да вместо синего квадрата появился красный круг говорите да молодец все правильно было вот так вот такой вариант игры как вариант для вас сегодня мы с вами рассмотрели еще один вариант игры который мы можем сделать легко не напрягаясь домашних условиях используя только картон цветную бумагу которая есть наверняка у каждого дома и фломастера эта игра очень хорошо помогает ребенку развить его память и вспомнить например любые другие понятия которые вы захотите использовать в этой игре вместо геометрических фигур например вы можете использовать ну какие-то другие до образы для развития памяти возможно ребенок любит динозавров вы можете вырезать ему цветных динозавров и вспоминать цвета и при этом тренировать его память чтобы ребенку было интереснее не забывайте подписаться на наш канал с вами была евгения канал есть вопрос до новых встреч